приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня рассмотрим очень интересную книгу которая была приведена с английского языка автор ее американец книга сама по себе довольно необычная с таким американским менталитетом значит сейчас ее зачитаем немножко посмеемся из их образа мышления называется 16 аварийных посадок доказывающих плоскость земли знали ли вы что ни один астронавт и космонавт никогда не покидал низкую эколоземную орбиту а откуда взялась каменная инопланетная горгулья на историческом здании шотландского аббатства 12 века телеграм-канал impressive studio переводит и красиво озвучивает сюжеты о последних гаджетах и технологиях а также о странностях нашей реальности регулярно на канале выходят эпизоды нового шоу такера карлсона интервью джо рогана присоединяйтесь каналу impressive studio ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии под видео в последние десятилетия главным образом благодаря работе радио телевидения и независимых газет многие теории заговора добились определенных успехов вот уже 20 лет интернет-технологии поисковые системы и информация значительно расширились и они больше не вписываются в средний так называемый мейнстрим неудивительно что независимо от того были ли выдвинуты новые точки зрения независимыми исследователями или ими были сделаны новые сенсационные открытия одной из наиболее важных тем в этой дискуссии является гелиоцентрическая модель вселенной гелиоцентрическая модель учит что земля это планета вращающаяся вокруг солнца включенная в галактику млечный путь который является лишь одной из множества галактик образующих постоянно расширяющуюся вселенную однако в конце концов кто из нас побывал на марсе или луне чтобы увидеть их своими глазами кто может проверить являются ли фотографии сделанные космическими телескопами хаббл подлинными тем не менее частные компании запустили высотные воздушные шары оснащенные камерами которые снимали изображение не показывающие искривление земной поверхности в течение довольно долгого времени выдвигались утверждения о достоверности высадки на луну и исследования солнечной системы не говоря уже о невозможности обнаружить вращение земли на самом деле ни у кого из нас никогда не было впечатления что мы находимся на поверхности сферы которая вращается вокруг своей оси со скоростью 1000 миль в час сеть противоречий характеризует гелиоцентрическую модель мы сознаем ее противоречивость удивляясь самим себе и мы задаем себе этот вопрос почему нам потребовалось так много времени чтобы понять эти вопросы одна из самых больших проблем связанных со сферической формой земли наблюдается в авиации на самом деле из-за кривизны и крейсерской скорости космического авиалейнера пилоты должны постоянно направлять нос самолета вниз чтобы поддерживать высоту но этого никогда не происходит еще одна интригующая главная тема этой книги траектории полета прослеживая путь самолетов проверенные через специализированные интернет-сайты понимаешь что путь имеет мало смысла на глобусе который по-видимому является картографической моделью которая лучше всего соответствует реальному миру но имеет смысл полярной проекции равна удаленной по азимуту например полет из лос-анджелеса штат калиформия в шанхай в китае показал что он пролетает над аляской и северным полярным кругом в то время как на модели земного шара кратчайший маршрут проходит через тихий океан недоброжелатели утверждают что авиакомпании будут летать над континентальным массивом на случай если потребуется совершить экстренную посадку следовательно избегая открытого моря однако эта версия теряет доверие поскольку отмечается что пролетая над континентальными массами траектория полета снова отклоняется на север всего через четверть века после того как был совершен первый полет братьев райд благодаря технологическим достижениям самолета был совершен первый полет через атлантику это был чарльз линдберг 25-летний пилот военно-воздушных сил сша совершивший безрассудное предприятие в 1927 году нельзя не заметить что путь линдберга это почти прямой путь на карте плоской земли и наоборот пройденный маршрут избегается и удлиняется если его проследить на глобусе как объяснить если не предполагалось что форма земли отличается от сферической но это еще не все тайны которые окружают авиационную отрасль у многих возникли сомнения по поводу работы реактивных двигателей и того какое количество топлива подается в самолет перед его взлетом легко прийти к выводу что даже авиационная наука действительно вся история до сих пор напичкана жирной ложью по этой причине я считаю что эта книга является ключевым элементом и головоломки представленной формой земли у меня было много людей которые присылали мне вопросы и спрашивали мое мнение о траектории полета и аварийных посадках и о том как эти траектории полета доказывают что форма земли не является шаром с тех пор я решил записать эту книгу в которой я представляю 16 аварийных посадок которые доказывают плоскость земли и я показываю сравнивая траектории полета рядом на модели земного шара и на карте плоской земли это траектории этих полетов на карте плоской земли имеет больше смысла по сравнению с моделью земли шара я начну книгу с того что когда я впервые столкнулся с информацией о плоской земле до этого я побывал дважды за свою жизнь в наса в штате алабама в хансвилле и будучи большим приверженцем науки и читателям научной фантастики поначалу было чрезвычайно трудно просмотреть доказательства и найти скрытую правду за кучей лыжи самого начала моего расследования и исследований я оставил позицию согласно которой траектории полета и аварийные посадки является одними из самых убедительных доказательств если не самым убедительным доказательством того что земля не шар я также прихожу к выводу что те кто скрывал эту информацию делали это в течение длительного времени и они использовали всевозможные механизмы системы образования технологий и средства массовой информации чтобы это правда не было широко известная населению мира я надеюсь что эта книга поможет вам читатель увидеть ложь и обман насквозь если вы откроете глаза и обнаружите эту истину пожалуйста не держите ее при себе а поделитесь ею с миром карта плоской земли которую я буду использовать в этой книге стала известна как карта глиссона новая стандартная карта мира запатентованная алексом глиссоном 15 ноября 1892 года не существует карты которая была бы на сто процентов точнее и карта глиссона может иметь или не иметь своих недостатков но для сравнения траектории полета это один из самых идеальных инструментов шел 2015 год я активно следил за политикой в тот период времени и часто смотрел видео на youtube мне очень нравилось наблюдать как кандидаты республиканцы уничтожают друг друга во время словесных дебатов я бы не пропустил ни одной дискуссии даже несмотря на то что мой часовой пояс отличался от часовых поясов в сша в то время я жил в японии я не застал сами дебаты в прямом эфире поэтому мне пришлось посмотреть их на youtube уже на следующее утро иногда полные дебаты загружались на следующий день а иногда я смотрел только основные моменты постоянно просматривая youtube в поисках повторов дебатов основных моментов или основных моментов дебатов интервью и мнений о кандидатах я не мог не заметить видео предложение youtube правой части экрана где было написано плоская земля в тот момент это очень сильно подняло мне настроение и я громко расхохотался предложенное из тем настолько развеселило меня что я решил посмотреть что же это за ролик у меня не было на это времени потому что политика занимала все мои мысли больше чем что-либо другое несмотря на то что я жил в японии я разговаривал о политике со своими друзьями в сша по скайпу и постоянно обменивался текстовыми сообщениями помимо политических новостей меня также интересовала библейская археология и документальные фильмы или другая тема связанная с библейской археологией я начал смотреть видео на этом канале под названием раскрытая правда именно тогда в 2015 году мне попалось первое видео под названием правда плоской земле в то время я колебался смотреть ли это видео но решил разобраться в этом вопросе позже политические темы были для меня гораздо интереснее к декабрю 2015 года большинство громких имен в республиканской партии вы были из гонки включая рика перри боба джиндела и других я решил прочитать о плоской земле прежде чем посмотреть видео в поиске интернета я начал изучать об этом вопросе все больше и больше на одном из сайтов которые посетил упоминался парень по имени мэтью бойлон и его видео я посмотрел его и когда моя жена вернулась домой после работы я заставил ее также посмотреть это видео многое начало обретать смысл после того как я начал изучать вопрос о плоской земле это вернуло меня почти на 30 лет назад когда у меня были первые конфликты по поводу формы мира еще в 1980-х годах когда я был молод я работал в авиакомпании я не собираюсь вдаваться в подробности об этой работе но я работал в этой авиакомпании и у меня были знания маршрутах полетов которые я приобрел работая в них прошу заметить человек работал в авиационной отрасли и знал о маршрутах при этом у него настолько была забита голова что он думал что земля шарообразная какие и мы все некоторые говорят ну уж пилоты то точно должны знать о форме планеты на самом деле нет в 1988 году в австралии состоялся футбольный турнир под названием золотой кубок 200-летия австралии это был турнир в честь 200-летия поселения капитана артура филиппа в порте джексоне на этот турнир были приглашены две южноамериканские команды аргентина и бразилия кстати еще не знал этого но я родом из бразилии и коренной бразилец футбол был для меня самым интересным видом спорта я знал все о каждом игроке каждой игре и каждом национальном турнире узнав о рейсе своей любимой командой я понял что они вылетели из рио-де-жанейро в лос-анджелес я помню как задавался этим вопросом и разговаривал со своими друзьями в аэропорту лос-анджелес но австралия это всего лишь выстрел через тихий океан на земном шаре почему из лос-анджелеса мне просто пришлось смириться с этим потому что в 1988 году мало что можно было сделать чтобы найти информацию о рейсах и у меня не было карты плоской земли подобно карте глиссона которую я мог бы рассмотреть сейчас я никогда раньше не слышал о плоской земле и к тому же для меня в то время было все непонятно мне стало непонятным почему маршруты были настолько запутанными в полетах этих команд поскольку я постоянно искал новости о политике в 2015 году я пропустил много из устройства мира одной историей 2015 году была история женщины которая родила во время полета из тайваня в лос-анджелес заставив пилота совершить аварийную посадку на аляске что же давайте сначала поговорим об этой истории а дальше сосредоточимся на траектории полета женщина гражданка тайваня очевидно солгала о том что у нее 36 недель беременности она заявила на стойке регистрации что у нее 30 недель беременности хотя официального запрета на поездки на этом этапе беременности не существует среди авиакомпании существует правило согласно которому беременные женщины не должны путешествовать если у женщины срок больше 32 недель беременности она не представила никаких документов от врача а просто заявила что это была 32 неделя беременности и ей можно спокойно летать и она села на самолет направлявшийся в лос-анджелес во время полетов у нее начались роды после в посадке в анкориджа штата аляски агенты пограничного патруля вошли в самолет и проверили паспорт женщины оказалось что эта схема которую используют многие в мире о том что если ребенок рождается в сша он становится гражданином соединенных штатов америки и получается что ребенок фактически стал гражданином соединенных штатов родившись в воздухе это была нашумевшая история но смысл здесь другой удивило то что по какой причине пилот совершил аварийную посадку именно в анкоридже в аляске я взглянул на траектории полета и сравнил полеты на модели земного шара с моделью плоской земли и я пришел к собственному выводу хотя это аварийная посадка произошла примерно в то же время когда на моем канале предложение youtube появились видеоролики с плоской землей я не сразу соединил эти точки вместе только после того как я проверил собственное сравнение исследования эти вещи начали обретать смысл в моей голове посмотрев маршрут на плоской земле я понял почему самолет совершил посадку в анкоридже в то время как полет по земному шару должен был проходить где-то над тихим океаном а затем по данным нескольких новостных агентств он был отклонен на север в сторону анкоридже что заняло бы у пилота столь же времени чтобы добраться до анкоридже сколько ему потребовалось бы чтобы добраться и до самого лос-анджелеса если бы он продолжал полет или пилот мог просто посадить самолет на гавайях поскольку общая логика заключается в том что гавайи расположены между материками сша и азии время полета между этими двумя городами согласно интернет-поиску составляет от 12 до 13 часов авиакомпания china airlines заявила что рейс вылетел из тайвания в 11.50 вечера в среду по тайбейскому времени и должен был прибыть в сша в 12.35 по тайваньскому времени авиакомпания china airlines заявила что рейс вылетел из тайваня в 11.50 время по тайваньскому времени и должен прибыть в сша в 12.35 по тому же тайваньскому времени это был полет продолжительностью 12 часов 45 минут аварийная посадка в анкориджи произошла в 9 часов 6 минут утра по тайваньскому времени это на 3 часа и 29 минут раньше запланированного времени прибытия в лос-анджелес и на 9 часов 16 минут в полете это не имело смысла на шарообразной модели это только свидетельствовало о том что самолет уже летел над аляской когда пилот посадил самолет не было никакого маневра отклонения но полет проходил не над тихим океаном и не вблизи гавайев теперь мне стало ясно что рейс 008 компании china airlines не мог приземлиться на гавайев потому что гавайи на самом деле не находится между азией и америкой это показано на земном шаре а также демонстрируется на телевизионных экранах во время полетов и на экране спинки сидения перед пассажиром как показано на изображении в следующей странице сделанном во время полета из сан-франциско в токио тогда я понял что нас обманывают я не сразу поверил в эту информацию поэтому мне понадобились дополнительные доказательства я понял что никакие рейсы прибывающие или направляющиеся в японию китай корею сингапур таиланд индонезию малайзию или филиппины никогда не смогут совершить аварийную посадку на гавайях потому что земля не является шаром и следовательно рейсы направляющиеся или прибывающие из этих стран всегда пролетает над аляской прямо у меня перед глазами были очевидные доказательства того что форма земли это не то чему меня учили в начальной школе а также в средней и старших классах а также и в колледже и во время обучения в магистратуре все что я знал о форме земли было ложью на протяжении всей моей жизни все начало обретать для меня смысл это пролило свет на мой вопрос 25 лет недавности о рейсе из рио в сидней с остановкой лос-анджелесе австралия не находится на расстоянии одного выстрела через тихий океан или из чили как я думал раньше я понял что земля это длинная обширная равнина и что австралия находится на противоположной стороне от южной америки я был в противоречий самим собой я поговорил со своей семьей со своими дочерями и со своими учениками я помогал своей дочери создать ее научный проект и еще в начальной школе мы строили солнечную систему и она получила хорошую оценку за этот проект мы всей семьей ездили в наса в ханцвилл штате алабама она ездила в наса со своей школой я был большим сторонником и поклонником наса и научных документов и фильмах исследований до того как узнал правду о плоской земле я часами читал научные книги смотрел документальные фильмы преподавал и изучал науку когда я понял что все чему я научился было не более чем теориями построенными на других теориях которые являются просто недоказанными концепциями созданными в умах так называемых ученых это похоже на карточный домик если убрать одну из базовых карт весь карточный домик начинает рушиться земля плоская все к чему я пришел и все чему меня учили в школах становилось большой ложью возможно форма земли мешает человечеству увидеть и понять истинную цель в его жизни мысли на самом деле интересная имея в руках карту плоской земли помимо того что я мог понять странный путь бразильской футбольной команды летевшие к северу это экватора в лос-анджелес только для того чтобы вернуться к югу от экваторов сидней я также смог понять факты в истории которые казались сбивали меня с толку будучи женатым на японке и имея детей родившихся и выросших сша я всегда хотел чтобы они узнали о второй мировой войне и о конфликте между двумя странами я сам смотрел много документальных фильмах о войне на тихоокеанском театре военных действий я знал человека около 30 лет назад который сражался против японцев я сам смог услышать несколько историй рассказанных ими карта глиссона помогла мне понять как развивалась японская военная компания на тихом океане а также помогла мне понять факт малоизвестный многим людям многие американцы никогда не слышали об алиутских островах и японском вторжении на острова японцы вторглись на алиутские острова 3 июня 1942 года получив контроль над большей частью азии и юго-восточной азии япония затем двигалась в сторону северной америки пытаясь контролировать этот прямой коридор который подходил от побережья калиформии до филиппин как мы видим на карте глиссона он не изогнут как изображено на глобусе с гавайями посередине билли митчелл американский генерал заявил в 1935 году я верю что в будущем тот кто удержит аляску будет владеть миром я думаю что это самое важное стратегическое место в мире давайте посмотрим на другую карту под названием воздушная карта мира 1945 года на этой карте мы видим как аляска играет большую роль в этом коридоре и почему генерал митчелл рассказал тот кто владеет аляска и владеет миром на этой карте указаны расстояние от токио до петропавловского россии а оттуда до чхарбора на аляске и от аляски до лос-анджелеса это был очень стратегический коридор во время второй мировой войны они забыты уголок на земном шаре в то время как гавайи находились посередине хотя в примечании в правом верхнем углу утверждается что это проекция глобуса на плоскую поверхность все совсем наоборот поскольку карте плоской земли более тысячи лет в то время как первый глобус был представлен лишь 1497 году это я собираюсь остановить для обсуждения в следующих главах позже я узнал что история с беременностью на борту самолета закончилась хорошо тайваньская мать чувствовала себя хорошо а ребенок получил гражданство сша врач был в нужном месте в нужное время пилот принял правильное решение для здоровья ребенка и матери пассажиры не жаловались и даже хлопали когда слышали как плачет ребенок но самое главное что у меня открылись глаза и это аварийная просадка произошедшая в нужное время помогла многим людям таким же как я открыть глаза и увидеть правду о том что земля действительно плоская с тех пор я посвятил время изучению и демонстрации других аварийных посадок которая представляет еще больше доказательств того что земля не является шаром земля это плоскость а не шар все еще находясь под каким-то влиянием политики я в начале 2016 года создал канал на youtube под названием плоская земля банджо сша японии и бразилии некоторые люди спрашивали меня почему у канала такое длинное название и я объясню причину здесь я хотел чтобы канал обсуждал политику в сша бразилии и латинской америки в целом а также в японии где я живу со своей японской женой и двумя дочерями поскольку я только что купил себе банджо на рождество 2015 года я также хотел поговорить о мелодиях банджо и балладах банджо но в сочетании с моей потери интереса ко всему политическому и тем фактом что мои исследования плоской земли теперь были главным интересом моей жизни я оставил банджо в углу своей гостиной и у меня было мало времени чтобы поиграть на нем после исследования нескольких аварийных посадок в 2016 году я снял видео под названием 6 аварийных посадок которые доказывают что земля плоская рейс авиакомпании china airlines был одним из рейсов о которых я рассказывал своим видео в 2019 году я снял последующее видео под названием еще 6 аварийных посадок доказывающих что земля не шар я выбрал 16 из этих рейсов которые будут предоставлены в этой книге написав рейси 008 авиакомпании china airlines я сейчас представлю еще 15 аварийных посадок которые покажут читателю истинную форму земли давайте теперь взглянем на другую аварийную посадку с другим ребенком родившимся во время полета но скажем так он посадил самолет там где он не должен был приземлиться если бы вы земля была шаром колумбия что приходит вам на ум когда вы думаете или слышите о названии этой страны но возможно кто-то слышал о пабло искобария знаменитом лидере наркокартеля убитым в 1993 году другие могут вспомнить колумбийскую певицу шакиру которая прославилась тем что исполняла официальную песню вака вака на чемпионате мира по футболу фифа в южной америке в 2010 году другие могут подумать о колумбийском кофе я особенно помню историю колумбийского футболиса андреса эскобара убитого в 1994 году после того как он забил автогол когда колумбия играла против сша на чемпионате мира по футболу в 1994 году в результате чего колумбия не смогла пройти в следующий раунд турнира колумбия славится своими кофе красивыми женщинами наркокартелями и умелыми футболистами шакира как изображено слева всемирно известная певица и автор песен из колумбии справа фотография андреса эскобара убитого когда он вернулся в колумбию после того как забил угол в свои ворота который исключил колумбию из чемпионата мира 94 года в сша помимо всего перечисленного выше колумбия снова была в новостях в июле 2017 года когда рейс вылетевшему из богаты колумбия во франкфурт германии пришлось совершить вынужденную посадку рейс lh 543 с 191 пассажиром на борту и экипажем из 13 человек вылетел из богаты 26 июля 2017 года во франкфурт это ежедневный рейс из богаты во франкфурт который летит со скоростью примерно 520 миль в час на высоте 39 тысяч футов полет занимает около 11 часов чтобы прибыть в пункт назначения расстояние между богатой и франкфуртом составляет 5650 миль среди 191 пассажира беременная женщина родом из болгарии поднялась на борт самолета без особых проблем но во время полета над атлантикой произошло нечто совершенно необычное для экипажей 13 человек где-то над атлантикой женщина родила мальчика которому помогли стюардессы как и в случае с рейсом 008 авиакомпании china airlines на борту л аж 543 оказался не один врач а 3 сообщениях говорилось что пассажирам пришлось передвинуть сидение и задняя часть самолета была переоборудована в родильное отделение и было принято совершить экстренную посадку ради благополучия ребенка что не имеет смысла так как это город в котором приземлялся самолет что не имеет смысла так это город в котором приземлился самолет и совершил аварийную посадку в манчестере в англии давайте внимательно рассмотрим траекторию полета между богатой и франкфуртом на модели земного шара согласно траектории полета на картах google maps этот рейс должен лететь чуть северная португалия и испании он летит чуть южнее парижа южнее брюсселя и над люксембургом прежде чем долететь до франкфурта даже если бы самолету пришлось лететь немного севернее своей траектории полета по земному шару остановка в лондоне могла быть несколько приемлемой но самолет приземлился в манчестере в двухстах милях к северу от лондона это не имеет абсолютно никакого смысла в модели земного шара манчестер расположен 694 милях к северо-западу от франкфурта рейс прибывает из южной америки чуть севернее экватора на земном шаре нет объяснения почему рейс lh543 летел в 700 милях к северо-западу от места назначения в двухстах милях к северу от лондон-сити при взгляде на траекторию полета на карте плоской земли все становится ясным и все имеет смысл я хочу чтобы вы читатель сравнили траекторию полета l543 на модели земного шара и на карте плоской земли и сами увидели отличие как можно понять при взгляде на карту манчестер расположен прямо на пути рейса lh543 точно так же как это произошло с рейсом 008 когда пилот летел на самолете прямо над аляской то же самое произошло с рейсом lh543 манчестер в англии расположен прямо на пути этого рейса который соединяет богатую in frankfurt чтобы укрепить и промыть мозги населению чтобы она повеяла в модели земли шара средства массовой информации продолжают повторять такие слова полет отклонен чтобы заставить массы поверьте что земля это вращающаяся сфера летящая в пространстве дело в том что земля эта плоскость она не вращается и не вращается вокруг солнца траектории полета доказывают плоскую не вращающиеся землю и аварийные посадки скрепляют сделку я настоятельно рекомендую читателю провести собственное расследование я предоставил ссылку на своем канале youtube для зрителей чтобы загрузить карту глиссона высоком разрешении которую можно распечатать размером плаката и подробно рассмотреть на компьютере читателям необходимо провести свои сравнения между картой плоской земли и моделью земного шара и прийти к собственному выводу следующий полет который мы будем рассматривать уже не был связан с воздушными младенцами то есть имеется ввиду с детьми рожденными на борту самолета больше никаких детских врачей и плача хлопков пассажиров и сюардесс выполняющих обязанности медсестер однако его траектория полета напоминает траекторию рейса 008 авиакомпании china airlines давайте отправимся в гонконг сядем на рейс cx 884 авиакомпании косей пасифик и совершим экстренную посадку в аляске 25 июля 2015 года рейс cx 844 авиакомпании косей пасифик летит из гонконга в лос-анджелес и кажется все в порядке пока некоторые пассажиры не замечают как стеардессы бегают взад и вперед по проходам с беспокойными выражениями на лицах этот рейс ежедневный рейс из гонконга в лос-анджелес под данным сайта flight states время полета составляет 13 часов 40 минут он влетает из гонконга примерно в 1.05 и прибывает в лос-анджелес примерно в 11.35 по гринвичу британский турист и там вильямс схватил свой телефон и начал все документировать я не знаю что происходит но на моем рейсе что-то происходит говорит вильямс своем видео загруженным на его канал в ю тубе как это случилось с рейсом 008 этот рейс тоже должен был лететь над тихим океаном но опять же это аварийная просадка происходит на алиутских островах в аляске где самолет благополучно приземляется военном аэропорту шамья модель земного шара показывает нам гавайи расположенная между западным побережьем сша и азией как показано на рисунке 01 ниже с веб-сайта морского круиза и когда мы смотрим на экран спинки сиденья рейса с сан-франциско токио мы сравниваем рейс cx 884 на модели земного шара и на карте плоской земли как видно из предыдущих страниц это аварийная посадка имеет больше смысла когда мы определяем местоположение городов и траекторию полета на карте плоской земли глиссона это прямой путь из гонконга в лос-анджелес по пути которого находятся алиутские острова если бы они действительно летали над тихим океаном как предполагает модель земного шара им потребовалось бы несколько часов чтобы отклониться и достичь этого отдаленного региона аляски поскольку они готовились к погружению в воду попросив пассажиров надеть спасательное жилет и естественным выводом является то что рейс только что покинул воздушное пространство россии и собирался войти в воздушное пространство сша над беринговым морем когда капитан принял решение приземлиться на острове на рисунке 4 показан предполагаемые маршрут полета из сан-франциско в токио на земле глобусе рядом с ним показано на карте плоской земли глиссона находится берингово море разделяющие воздушное пространство россии и сша красная линия показывает маршрут cx 884 на этом факты об этой аварийной посадке произошедшие в пятнадцатом году не закончились в июле 2018 года капитан этого рейса выступил заявлением и подал в суд на кассей пасифик за травмы связанные с инцидентом он обвинял компанию в халатности и нарушение служебных обязанностей когда было объявлено что они собираются приземлиться на аляске уильямс добавил это в своем видео это действительно хорошая новость но мы до сих пор не знаем почему на самом деле это не имеет значения пока мы приземляемся нормально я надеюсь теперь он понимает что его высадка на аляске имеет больше смысла если смотреть на карту плоской земли после изучения аварийных посадок в течение более трех лет я обнаружил что некоторые рейсы которые я выбрал из интернета и сохранил веб ссылки либо где-либо записал о них пропали без вести я имею ввиду что ссылки которые я сохранил для использования в будущем больше не работает другие рейсы у которых случилось такое же очень сильно замалчиваются в ноябре 2017 года пара и их ребенок сели на рейс qr 972 из дохи на бали когда женщина узнала во время полета что ее муж изменяет ей она стала агрессивной и физически напала на своего мужа в воздухе интересный сюжет начинается капитан принял решение совершить вынужденную посадку в индийском городе чин на и при построении этой траектории полета на плоской карте земли или на глобусе траектория показывают прямую линию на обоих из них это странно на земном шаре потому что большинство защитников земного шара будут требовать чтобы полеты были кривыми или дугообразными когда они совершают дальние рейсы некоторые защитники глобуса критиковали меня за использование карт google вместо использования спутниковых карт google достаточно интересно что при переключении с карт google на спутник google эта траектория полета ничуть не меняется на канале youtube отличное видео под названием азимутальная равно удаленная карта эта плоская земля в котором точно показано что измерительные линии на карте google изгибаются на земном шаре когда они не находятся на продольных линиях или на экваторе при перемещении выше экватора любые линии с востока на запад или запада на восток будут изгибаться это связано с тем что они показывают вам глобус но измерения сделаны на карте плоской земли подростка из саудовской аравии находившегося на борту рейса qr-725 был синдром тактического шока и гипертермия после того как подросток впал в кому капитан принял решение совершить экстренную посадку там где приземлился самолет начался спор плоская земля против шарообразной самолет приземлился в москве а это был рейс из чикаго в доху катар если мы посмотрим на модель глобуса и карты google maps этот рейс должен был начать полет на юго-восток в направлении ближнего востока пролетая прямо над португалии и испании над средиземным морем затем он должен пролететь над израилем иордании и саудовской аравии и наконец достичь катара чикаго расположен на 41 градусе северной широты а духа на 25 градусах северной широты траектория полета на картах google была бы правильной если бы земля была глобусом потому что она показывает полет по параллелям 41 градуса северной широты до достижения 25 градуса северной широты где находится дохо вместо этого этот рейс приземлился в москве которая расположена на 55 градусах северной широты другими словами на модели земного шара этот полет должен был бы взлететь с носом направленным вверх а затем полететь вниз на самом деле это вообще не имеет никакого смысла однако при нанесении на карту плоской земли этот рейс имеет смысл поскольку карта плоской земли показывает что москва расположена непосредственно между чикаго и дохой как показано на изображении 1 и 2 по мере того как мы будем продвигаться в этой книге изучая каждый из перечисленных здесь рейсов читатель увидеть что все эти рейсы имеют больше смысла если они нанесены на плоскую карту земли независимо от того находится ли это на карте глиссона или на другой карте когда города из которых вылетали эти рейсы их пункты назначения также города в которых произошли аварийные посадки расположены и нарисованы на их траектории полета и у читателя не будет другого вывода кроме как осознает что земля это не шарообразная структура вполне возможно только настоящему времени некоторые из вас возможно заметили что с моделью земного шара что-то не так это только начало друзья мои карта плоской земли не нанесена на флаг оон по какой-то декоративной причине лидеры этого мира знает что земля на самом деле плоская они просто держали эту информацию при себе чтобы манипулировать нами и контролировать нас именно тогда когда в 1800 годах начали публиковаться несколько книг с убедительными аргументами и доказательствами в пользу плоской земли правительство во всем мире начали принимать законы делающие государственное образование обязательно таким образом они представили модель земного шара в классах чтобы промыть мозги детям в возрасте 6 лет заставив их поверить что земля это шар который путешествовал по вселенной в течение 14 миллиардов лет никогда не сталкиваясь с препятствиями на своем пути хочу от себя добавить речь идет о 1800 годах это книгах как раз таки сэмюэля роботома и остальных авторов которых мы постоянно изучаем в книге эрика дубэя когда я впервые услышал слово сибирь и аварийную посадку которая произошла там когда рейс эйро франц аф-116 столкнулся с проблемами во время полета из парижа в шанхай мне сразу пришли на ум некоторые истории которые я слышал когда был подростком если кто-нибудь еще знает о советском союзе и двух его известных лидерах по имени владимир ленин и иосиф сталин он будет знать о советских лагерях принудительного труда гулаг для осужденных преступников которые распространялись по всему советскому союзу но в основном по всей сибири у американца такое понятие скажем так если кто еще скажем говорит помнит типа про ленина и сталин а но в россии например про него не забывают никогда знаю всю эту информацию самого раннего детства когда я слышал что рейс эйро франц аф-116 приземлился в иркутске в сибири я сразу подумал о пассажирах которых отправят в лагеря принудительного труда новостные каналы транслируют изображение пассажиров которые держат в аэропорту поскольку у них нет виз что еще хуже у сменного самолета также возникли проблемы потому что пассажирам пришлось застать в аэропорту почти на три дня заголовки онлайн издания журнал time пассажиры air france застряли в сибири на три дня после неисправности двух самолетов так в каком году это произошло если во времена советского союза так там могли конечно не вылететь но собственно говоря не я думаю что вылетели бы все-таки но сейчас никаких с этим проблем нет и никаких там исправительных лагерей в сибири сейчас тоже нет не есть конечно но для каких-нибудь там политически осужденных рейс air france аф-116 париж шанхай выполнялся ежедневно и занимал примерно 11 часов 20 минут после полета чтобы преодолеть расстояние рассчитанное примерно в 5800 миль давайте сравним траекторию полета air france аф-116 как на модели земного шара так и на модели плоской земли где читатель увидит что это аварийная остановка в иркутске в сибири не имеет смысла на земном шаре тем не менее это имеет смысл на плоской земле говорят что картинка рассказывает тысячи историй так что пусть изображение 01 и 02 поговорят с вами как читатель может видеть траектории полета air france имеет больше смысла на карте плоской земли глиссона при сравнении с моделью земной поверхности шара то же самое можно сказать и при сравнении с этой траектории полета как на проекции меркатора так и на карте плоской земли глиссона как показано изображение номер два на странице 35 это аварийная посадка в иркутске имеет смысл только на карте плоской земли синяя линия соединяет пари с шанхаем над сибирью где на пути полета находится город иркутск карта плоской земли убедительно демонстрирует что земля плоская и что рейс air france of 116 летел прямо по маршруту как показано карте глиссона с другой стороны когда мы посмотрим на модель земного шара и траекторию полета как показано на картах google мы обнаружим что самолет летел не по маршруту как написано на глобусе согласно модели шара этот рейс должен пролетать к северу от вены в австрии затем через украину южный казахстан а затем над северо-западной территории китая пока не прибудет в шанхай читатель должен также учитывать тот факт что на модели земного шара air france аф-116 летит к югу от москвы тогда как на модели плоской земли эта траектория полета проходит к северу от москвы иркутск расположен недалеко от границы сибири и монголии если бы сейчас аф-116 авиакомпании air france летал по земному шару это аварийная просадка произошла бы где-то к северо-западу от китая в направлении юго-восточного китая тот факт что air france af-116 приземился в иркутске в сибири является достоверным доказательством того что форма земли не сферическая она другая об этом свидетельствует каждая аварийная посадка которую мы рассматривали до сих пор снова и снова когда мы сравниваем траектории полета на земном шаре а затем на карте плоской земли модель плоской земли оказывается наиболее достоверной а модель земного шара оказывается в корне неверной далее мы рассмотрим рейс который совершил аварийную посадку в москве хотя по модели земного шара он не должен был бы лететь где-либо рядом с ней давайте посмотрим на рейс эмирейтс ек-225 рейс эмирейтс ек-225 это ежедневный прямой рейс из сан-франциско в дубай самолет летящий по этому маршруту является современным аэробус 380 и время полета между этими двумя городами составляет 15 часов 50 минут что является одним из самых продолжительных рейсов выполняемых эмирейтс 20 ноября 2016 года рейс эмирейтс ек-225 пришлось совершить экстренную посадку из-за того что во время полета кому-то стало плохо российское информационное агентство тасс сообщила на своем веб-сайте что самолет приземлился в московском аэропорту домодедово в 16.33 по московскому времени когда 70-летний пассажир гражданин индии заболел он будет доставлен в больницу сказал источник сан-франциско расположена на 37 градусе северной широты в то время как дубай расположен на 25 градусе северной широты я рассмотрел этот полет в своем видео 6 авиационных посадок которые доказывают что земля плоская где я нарисовал линии на глобусе чтобы продемонстрировать траекторию полета идущие в обе стороны в восточном направлении и в западном направлении изображение 01 на следующей странице представит читателю маршрут этого полета на глобусе идущим в восточном направлении пересекающим соединенные штаты когда он спускается по широтным линиям пересекающим атлантический океан чтобы пролететь над португалии и испании как показано на картах google и к 225 продолжает летать над средиземным морем а затем израилем и орданием саудовской аравии пока не достигнет дубая если бы этот рейс летал в западном направлении он пролетел бы над тихим океаном над японией кореи китаями пакистаном а затем прибыл бы в дубае вместо того чтобы совершить аварийную посадку of no из перечисленных стран при полете западном направлении или в одной из стран перечисленных при полете восточном направлении на земном шаре рейс эмирейц ик225 совершил аварийную посадку в москве и как это может быть возможно если земля должна быть сферой а карты google показывает нам точный маршрут полета на восток что ж ответ на этот вопрос заключается в том что возможно что земля не шар когда читатель сравнивает траекторию полета как на карте глиссона таки на google картах читатель увидит что маршрут карты глиссона имеет больше смысла и показывает прямую линию идущую из сан франциско в дубай пролетающую над канадой затем над россией и делает москву одним из лучших вариантов для аварийной посадки сторонники глобуса могут возразить что карты google не показывают кратчайший маршрут на земном шаре но как это может быть если карты google не только показывают маршрут полета но и рассчитывают время полета как 15 часов 50 минут если google карты предоставляет нам правильное время полета равное 15 часам 50 минутам показывая направление полета на восток над атлантикой затем южной европой и средиземным морем в направлении ближнего востока пока он не достигнет дубая почему сторонники шара утверждают что я должен использовать спутник google вместо этого если время полета рассчитанное на картах google и спутниках одинаковое если время полета одинаковое то зачем спорить утверждая что карты google не показывают кратчайший маршрут на нашем земном шаре дело в том что google карты делают все возможное чтобы продемонстрировать траекторию полета и рассчитать время полета на шаре проблема том что поскольку земля не является шаром траектория полета на google картах не соответствует реальности именно когда происходят аварийные посадки мы неожиданно узнаем что самолеты сели не в тех местах где должны были бы эта проблема встречается не только на картах гугл фактически все сайты отслеживающие полеты связаны с одной основной программой созданной nasa рейс пакистан international airlines сокращенно и и и пике 785 вылетел из международного аэропорта боназир 15 марта 2015 года во время полета пассажир пожаловался на боль в груди и капитан принял немедленное решение посадить самолет самолет приземлился опять в москве когда я впервые рассказал об этом в своем видео я нарисовал линии на земном шаре точно также как красные линии на карте ниже скриншот траектории полета пике 785 снятый с с флайт радар 24 показывает маршрут аналогичный линиям которые я нарисовал в этом видео пилот должен был сделать экстренную посадку в польше или даже в германии или западной украине вместо этого самолет приземлился в москве где с пассажиры была оказана медицинская помощь на глобусе не имеет особого смысла объяснять почему этот самолет приземлился в москве но когда траектория полета нанесена на карту глиссона это имеет смысл как мы увидим на рисунке 02 это не уникальная ситуация на самом деле в 2013 году другой пассажир заболел во время рейса и и исламабад лондон и произошло то же самое капитан совершил вынужденную посадку в москве к сожалению этот пассажир умер от сердечного приступа это было в 2013 в 2016 году рейс пике 785 в очередной раз вынужден был сесть в москве но это было по техническим и механическим причинам все три аварийные посадки 2013 15 и 16 годах в москве рейса пакистан international airlines демонстрируют что эти самолеты не отклоняются на сотни миль от своего маршрута полета они демонстрируют что москва находится на их траектории полета что эти траектории полета идут прямо из исламабада в лондон и что земля это вряд ли шарообразная структура как и все другие полеты показанные в качестве примеров до сих пор эти аварийные посадки являются четким доказательством моей теории хотя соединенные штаты начали свою программу sky marshall еще в 1968 году только 11 сентября эта программа стала широко известна общественности в соединенных штатах рейс я м727 ежедневный рейс который соединял шанхай с мюнхеном расстояние между двумя городами составляет примерно 5500 миль скорость полета в среднем составляет 470 миль в час и для полета аэробус а 340 из шанхая в мюнхен требуется 12 часов полета как читатель может видеть на следующей странице этот рейс из шанхая в мюнхен должен следовать по тому же маршруту что и рейс шанхай-париж летящий на северо-запад китая над казахстаном затем над южной частью россии потом над украиной словакии и австралии а затем прибывать в мюнхен в германии мюнхен находится на отметке 48 градусов северной широты а шанхай на отметке 31 градус северной широты карты google показывают на рисунке какой именно должна быть траектория полета на такой модели опять же модель земного шара и карта глиссона показывают большие расхождения как мы видим на карте плоской земли глиссона сразу после пересечения границы между китаями россии капитан посадил самолет в городе емельяново в россии карта плоской земли точно показывает почему lh-727 сделал остановку именно в этом городе он расположен точно на пути полета между шанхаем и мюнхеном моя цель состоит в том чтобы предоставить доказательства того что все эти аварийные посадки имеют очень большой смысл если они нанесены на плоскую карту земли и что эти аварийные посадки имеют мало смысла если вообще не имеют если они будут объясняться на шарообразной модели я понимаю что в годы программирования мешает некоторым увидеть то что мы здесь видим но важно чтобы читатель был готов узнать правды не чувствуйте себе комфортно из-за лжи хотя осознание того что земля на самом деле плоская может принести мало пользы или вообще не принести никакой пользы в кратчайшие сроки правда было сказано с самого начала многое из того что мы видим и понимаем сегодня было бы другим поскольку самые богатые люди финансируют систему образования нам промывают мозги заставляя верить что мы всего лишь часть вселенной и что наша жизнь не имеет значения правда в том что мы уникальны и все было бы создано для нас все мы участвуем в этом они только несколько мировых лидеров и монархов осознание того что земля плоская представляет нам доказательства того что многие если не все из мировых лидеров являются заговорщиками и скрывают от нас правду зачем нам мешать узнать каковы наши истинные истоки и каково то место на котором мы живем зачем держать нас слепыми и учить нас совершенно другим истинам это была книга про про экстренные посадки самолетов которые неожиданно оказывались не в тех местах которые были заявлены официально из этого всего можно сделать общую картину о том что маршруты по которым летают самолеты совершенно иные чем они заявлены изначально они имеют смысл когда дело касается карты плоской земли поэтому поверхность нашей планеты как мы уже давно с вами выяснили не является шарообразной с вами был белогур всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках